МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей студии прокурор отдела за соблюдением прав и свобод граждан Рязанской областной прокуратуры Татьяна Владимировна Крылова. 11 апреля в Рязанской области стартовал антинаркотический месячник. И сегодня мы предлагаем поговорить об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и о наказаниях за эти нарушения. Скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, какие нарушения наиболее типичны для нашей области и наиболее распространены, связанные с оборотом наркотиков? Наиболее распространенный характер носит такие правонарушения, как незаконный оборот наркотиков и потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. А за них какие предполагаются наказания, санкции административные? В частности, например, за незаконный оборот наркотиков статьей 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до 5000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток. Аналогичная санкция у статьи 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. А есть ли какие-то особенности у административных правонарушений, которые связаны с наркотическими средствами, у наказания, у санкций? Да, совершенно верно. При назначении наказания в данной сфере имеются некоторые особенности. Например, при назначении наказания за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, суд может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, лечение от наркомании, социальную реабилитацию, либо медицинскую реабилитацию. Также в соответствии с примечанием к статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо больной наркомании, в случае если оно добровольно обратилось за лечением, оно освобождается от административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ. В случае уклонения лица от возложенных на него судом дополнительных обязанностей, таких как лечение, реабилитация, также предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность. При этом уклонением в данном случае считается, если лицо самовольно покинуло медицинскую организацию, а если в течение двух раз не выполнило предписание врача. Частенько в сводках у МВД, в том числе, мы видим новости о том, что уничтожены, допустим, заросли конопли. То есть самопроизвольно произрастают дикие растения, которые содержат наркотические вещества. Люди их собирают, употребляют. Есть ли какие-то определенные лица или организации, за которыми закреплена обязанность по уничтожению вот этих вот зарослей? И что бывает за неисполнение этих обязанностей? В соответствии с Федеральным законом о наркотических средствах и психотропных веществах, обязанности по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений возлагаются на собственника или пользователя участка, на котором они произрастают. В частности, например, органы внутренних дел у нас наделены полномочиями по выдаче предписаний, которые обязывают собственника или пользователя земельного участка уничтожить произрастающие на них наркосодержащие растения, установленные в предписании срок. За неисполнение данного предписания статьей 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность в виде штрафа. С 11 апреля по 11 мая в Рязанской области подходит уже к своему завершению антинаркотический месячник. Каковы цели вот этой акции или как правильно это назвать? Основными целями данного мероприятия является привлечение внимания общественности к таким проблемам, как наркомания и наркопреступность. Также повышение доверия населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе. Ну и, соответственно, реализация комплекса межведомственных мероприятий по сокращению на территории области предложения наркотических средств, психотропных веществ и спроса на них. Такие месячники проводятся регулярно или это впервые было непосредственно посвящено административным правонарушениям? Мероприятие аналогичного характера проводилось в 2015 году. То есть уже были прецеденты, да? Пока еще итоги не подведены, насколько я понимаю, или можно уже какие-то выводы сделать? В настоящее время еще мероприятие не завершено. В ближайшее время итоги будут подведены. А в рамках данной акции, в рамках месячника, какие конкретно мероприятия проводились, будут еще проводиться? И конкретнее немножко расскажите. В рамках месячника у нас проводятся просветительские мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения. Также на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ. Это беседы с учащимися в образовательных учреждениях, общешкольные родительские собрания, также семинары с педагогическими работниками. Кроме того, в рамках антинаркотического месячника запланировано проведение культурных, спортивных мероприятий массового характера. В прокуратуре области организовано проведение проверок, исполнение законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Это проверки медицинских учреждений, аптечных учреждений. Также организовано проведение сверок на предмет выявления лиц, которые имеют водительские права и одновременно имеют противопоказания медицинские к данному виду деятельности. Но это именно лица, состоящие на учете у нарколога. У нас в гостях была Татьяна Крылова, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Рязанской области. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего вам самого доброго. Это самый интересный фильм, который ты когда-либо видел. Там есть все. Умопомрачительный экшен, немного от мелодрамы, очень смешной комедии и даже философской притчи. Наркотики могут его оборвать. Ведь этот фильм – твоя жизнь. Цени свою жизнь. Сначала, конечно, трудно. Организм должен привыкнуть. Зато потом становится легко и понимаешь, что теперь это навсегда. Что ты больше не можешь жить без спорта. Спорт сильнее наркотиков.